Около 500 тысяч казахстанцев работают во вредных условиях труда. В странах ОСР это число снижается ежегодно за счет автоматизации производственных процессов и повышения уровня техники безопасности. У нас высокий уровень производственного травматизма. Ежегодно травмы на производстве получают почти 2000 человек, больше 200 из них со смертельным исходом, отметил на селекторном заседании правительства премьер-министр. В целях решения всех проблемных вопросов впервые в стране разработана концепция безопасного труда до 2030 года. Концепция разработана в исполнении поручений главы государства, обозначенного в послании народу страны экономический курс справедливого Казахстана. Этот документ направлен в первую очередь на снижение уровня профессионального риска, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все риски будут рассчитываться заранее. Способствовать этому будет внедрение цифровизации в сферу безопасности на производствах, подчеркнул премьер-министр. Требует пересмотра и действующая система страхования от несчастных случаев на производстве. Во многих странах компаниями по страхованию жизни определенный процент от страховой премии направляется на превентивные мероприятия. Это обучение работников безопасности и труда, приобретение средств коллективной и индивидуальной защитой. Мы тоже должны переходить к такой схеме. После заседания правительства Акимобости провел совещание по данному вопросу. По Акзаладинской области с начала года государственные инспекторы труда проверили 231 предприятие. В результате было выявлено 368 нарушений. Нарушителям были выданы 186 предписаний. Вынесены 33 предупреждения. Наложены штрафы на сумму 7,9 миллионов тенге. На отдельных предприятиях из-за несоблюдения требований безопасности труда происходят несчастные случаи. Погибают люди. Это следствие халатности и равнодушия руководства этих предприятий к жизни и здоровью людей. По итогам анализа ситуации в регионе Акимобости поручил выявить самые травмоопасные предприятия и проконтролировать создание на них безопасных условий труда и обеспечение работников качественными средствами защиты. Лимар Иргебаева, Дархан Токсид, Телеканал, Кызларда.